Городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина предлагает послушать сказку Квентина Гребена «Сюрприз для мамы». Маленькая божья коровка по имени Сюзетта учится в насекомьей школе. Ей уже исполнилось четыре с половиной года, и потому у неё на спинке четыре чёрных пятнышка. Как-то раз на уроке учитель-кузнечик сказал «Скоро наступит праздник, и все будут дарить мамам подарки. Пусть каждый из вас приготовит своей маме сюрприз. Сначала нарисуйте на листке бумаги цветы, потом надо их красиво раскрасить и аккуратно вырезать из бумаги маленькими ножницами. После этого мы прикрепим бумажные цветы к тонким проволочкам, поместим их в горшочки, и вы отнесёте подарки мамам». Сюзетта всё сделала так, как говорил учитель, и подарок получился очень красивый. По дороге домой Сюзетта бережно держала в лапках горшочек, стараясь не уронить его. «Несите подарки осторожно!» — предупреждал учитель. «Они хрупкие, могут разбиться». Прилежная ученица очень гордилась своим подарком. «Какой сюрприз для мамы! Как она обрадуется, когда увидит цветы!» Малышка ступала аккуратно, почти не дышала и не сводила с горшочка глаз. Но когда до дома осталось пройти совсем чуть-чуть, вдруг налетел сильный ветер. Он подхватил всю Сюзетту, закружил её и поднял в воздух. Малышка старалась защитить свои цветочки и как могла прикрывала их лапками. Но когда она приземлилась, то увидела, что все стебельки погнулись. «Можно ли их поправить?» — заволновалась божья коровка. А на смену ветру пришёл сильный дождь. «Надо спрятаться!» — решила Сюзетта. «А то крупные капли сломают мои цветы!» И она кинулась искать укрытие, но поскользнулась на мокрой дороге и упала. Горшочек с цветами полетел на землю и разбился на мелкие осколки. Теперь её подарок был совсем испорчен. Сюзетта села рядом с осколками и горько заплакала. «Что же я принесу маме? А ведь подарок был такой красивый!» А в это время мимо проползала улитка. Она увидела плачущую божью коровку и спросила. «Что случилось? Почему ты плачешь?» «Мой подарок для мамы!» «Распился!» — схлипывала Сюзетта. «Значит, нужно сделать новый подарок!» — сказала улитка. «Посмотри, какой сюрприз я приготовила для своей мамы!» И улитка показала Сюзетте печенье, похожее на ракушку. «Эту печенье-спиральку я испекла сама», — похвасталась улитка. «Смотри, как оно похоже на домик у меня на спине! Маме это будет приятно!» «Я не умею печь печенье!» — вздохнула Сюзетта. «Но ты права! Нужно найти новый подарок для мамы!» Маленькая божья коровка расправила крылышки и полетела на поиски. По дороге она встретила гусеницу, которую усердно грызла листочек. «Здравствуй, гусеница!» — обратилась к ней Сюзетта. «Что ты делаешь? Уж не готовишь ли ты подарок для своей мамы?» «Да, ты угадала!» — ответила гусеница. «Моя мама долго учила меня грызть листочки, и теперь я выгрызла ей на листочке сердечко. Мама увидит и сразу поймет, как я ее люблю!» «Ах, как красиво!» — воскликнула Сюзетта. «Но я не умею грызть листочки. Мне нужно придумать что-нибудь другое». И Сюзетта полетела дальше. Когда она пролетала над пшеничным полем, то увидела внизу маленького паучка. Малышка опустилась на землю, окликнула его. И паучок ловко соскользнул к ней на тонкой паутинке. «Привет, паучок!» — поздоровалась Сюзетта. «Что это ты мастеришь там, на пшеничных колосках?» «Посмотри, я сплел паутинку-звездочку для своей мамы!» — ответил паучок. «Правда, красиво получилось!» «Да, твоя мама будет очень рада!» — сказала Сюзетта. А про себя малышка подумала. «Как жаль, что я не умею плести паутину. Надо мне придумать что-нибудь другое». Божья коровка опять двинулась в путь, и тут ее догнала маленькая пчелка. В своих тонких лапках она бережно держала небольшой полосатый горшочек. «Здравствуй, пчелка! Что ты донесешь в горшочке? Может, это сюрприз для мамы?» — спросила Сюзетта. «Да, в этом горшочке мед для моей мамы, и я сама раскрасила горшочек в такую же полоску, как у меня на брюшке и на спинке. Маме это понравится!» «Конечно, понравится!» — сказала Сюзетта. «Каждой маме понравится такой подарок!» «Ах, как жаль, что божьи коровки не умеют делать мед! Прощай, мне надо найти подарок для своей мамы!» Сюзетта залетела в лес и увидела, как по веткам ползет целый отряд муравьев. Все они несли на спинках большие зеленые листки. Сюзетта опустилась на ветку рядом с одним муравьем. «Добрый день!» — обратилась она к муравью. «Скажите, пожалуйста, куда вы несете эти листочки?» «Мы хотим поздравить наших мам!» — ответил муравей. «Каждый из нас нарисовал в подарок маме свой портрет! Посмотри, у меня похоже получилось!» «Очень похоже!» — похвалила рисунок Сюзетта. «Я тоже хочу смастерить для мамы подарок, но пока не знаю, какой!» Муравьи уползли, и Сюзетта осталась одна. Она вылетела из леса, долетела до макового поля, уселась на цветок и принялась размышлять. Улитка испекла печенье, похожее на свой домик. У пчелки горшочек раскрашен так же, как ее спинка и брюшко. Муравьи нарисовали свои портреты. «Может, и мне сделать подарок, который будет похож на меня?» — подумала Сюзетта. Она оглянулась вокруг и посмотрела на маковые цветы, потом упустила головку вниз и увидела желудь на земле. «Придумала!» — воскликнула божья коровка. И тут же принялась за работу. Она что-то долгое резала, чистила, скрепляла, склеивала. И вот уже шляпка от желудя превратилась в новый горшочек, а шкурка красных ягод — лепестки цветка. Когда подарок был готов, Сюзетта поспешила домой, к маме. «Посмотри, мама, какой я приготовила тебе подарок! Этот цветочек мака очень похож на меня. Он тоже красный, только у него в середине одно черное пятнышко, а у меня целых четыре». «Вот так сюрприз!» «Спасибо, моя маленькая Сюзетта! Какой чудесный подарок! Он такой же красивый, как и ты!» И мама крепко обняла свою дочку. А сейчас предлагаю вместе сделать закладку для любимой книжки в виде забавной божьей коровки. Нам понадобится цветная бумага трех цветов. Красный для крылышек, черный для тела и пятнышек, и зеленый. Из него мы сделаем листочек, на котором будет сидеть наша героиня. Возьмем красную бумагу и вырежем два кружочка диаметром 9 см, а потом согнем их пополам. Теперь нам понадобится черная бумага. Из нее вырежем квадрат, каждая сторона которого будет равна 9,5 см. А также подготовим восемь маленьких кружочков по одному сантиметру в диаметре. Они украсят крылышки божьей коровки. Сейчас возьмем квадрат и загнем уголок вниз. Затем низ уголка отогнем вот так. В сгиб уголочка приклеим крылышки. Крылышки мы будем приклеивать не полностью, а намажем клеем лишь верхнюю часть, примерно одну треть. Затем отрежем ножницами лишнюю черную бумагу. Приклеим нашей божьей коровке глазки и черные точки. Из зеленой бумаги можно вырезать листочек и приклеить на него божью коровку. Закладка готова! Теперь вы не потеряетесь в книжке, ведь божья коровка покажет вам, где вы остановились. Закладка готова!